Совещание начали с темы паводка. Обстановка в регионе нормализовалась. Уровень воды в реках приблизился к норме. По словам губернатора, областной власти удалось справиться с ситуацией. Но есть вопросы к оперативности и согласованности действий. Главам районов необходимо проанализировать обстановку и гамотно выставить процесс работы. По окончании паводка от всех руководителей муниципальных образований жду подробные отчеты о работе администрации во время паводка. В регионе продолжают обследовать дома, которые пострадали от паводка. Все 158 поврежденных домов находятся в 15 районах Ульяновской области. Сегодня мы провели две комиссии и уже оказана помощь 118 граждан из 158. 31 жилое домовладение не нуждается в оказании материальной помощи. И 9 актов на сегодня находятся в стадии подготовки. Мы продолжаем обследование садовых обществ СНТ «Залив-1» и СНТ «Залив-2». Неделю назад Алексей Русских давал поручение министру транспорта Ульяновской области Сергею Воронцову активизировать ремонт дорог. Ремонт холодным асфальтом проводят с начала года. Удалось залатать ямы на площади более 10 тысяч квадратных метров. С 21 по 24 марта 1300 квадратных метров ям засыпали щебнем. При сохранении благоприятных погодных условий в начале апреля подрядная организация приступит к ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом, что значительно ускорит устроение дефектов дорожного полотна. На прошлой неделе Ульяновскую область посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Программа его визита была очень насыщенной. Благодаря визиту удалось придать новый импульс целому ряду проектов, особенно в сфере туризма и спорта. Они получат федеральную поддержку. Кроме того, поддержана инициатива по разработке мастер-плана территории, который будет интегрирован в федеральную туристическую межрегиональную схему территориально-пространственного планирования. Дмитрий Николаевич поддержал проект, который мы формируем на всероссийский конкурс по реконструкции туристического центра города Ульяновска в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия». С 2019 года в Ульяновской области реализуется национальный проект «Жилье и городская среда». В него входит пять федеральных проектов. Планируется ввести в эксплуатацию 780 тысяч квадратных метров жилья. По итогам первых двух месяцев 2023 года эти показатели уже перевыполнили на 16%. В регионе действуют все федеральные продукты. Это льготная ипотека до 8% и семейная ипотека до 3%. И стоит отметить, что реализуется наш региональный продукт. Это губернаторская ипотека, которую направлено на сотрудников IT-сферы, на сотрудников бюджетной сферы, на сотрудников официально-промышленного комплекса в виде представления единовременно 250 тысяч на приобретение жилья в новостройках. На заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских высказал слова критики в адрес городской администрации. Глава области подчеркнул, что ремонтные работы Минаевского моста идут в графике. Завершить их планируют до конца 2024 года. Все контракты заключены и нет задач по увеличению срока. Напротив, возможно сокращение сроков ремонта. Губернатор подчеркнул, что мост – знаковая стройка, поэтому ее надо завершить как можно быстрее. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.